Всем доброго и замечательного времени суток. Меня зовут Алина, и я рада приветствовать вас у себя на канале. Сегодня я этим видео открываю большую-большую рубрику, которую я надеюсь развивать на своем канале. Это видео «Знакомство с собой». Это и многие последующие видео будут знакомить нас с самим собой в разных аспектах, потому что знакомство с собой — это самое важное в нашей жизни знакомство. И только хорошо зная себя, мы можем принимать для себя правильное решение, выбирать правильное окружение, правильную работу, правильные какие-то жизненные цели для себя ставить и достигать их. Самое главное, конечно, кроме всех внешних факторов, есть еще наше внутреннее состояние, что только будучи хорошо знакомым с собой, хорошо понимая свои сильные стороны, слабые стороны, чего мы хотим, чего мы действительно не хотим, не потому что это принято или правильно, а потому что мы знаем себя и мы понимаем свои истинные желания. Именно хорошо зная все эти аспекты, мы можем прийти к сбалансированной личности, к гармоничной личности. Момент знакомства с собой еще, кроме всех вопросов, которые мы себе не задали, все аспекты, над которыми мы не подумали, да, подобно бриллианту многогранному мы поворачиваем себя и видим какой-то новый аспект, с какой-то новой стороны смотрим на себя. Еще есть момент и искренности, и честности, который не менее сложен, чем анализ себя в тех или иных аспектах, потому что надо быть честным и сказать, что не все стороны нашей личности одинаково хороши, одинаково приятны и желаны нами. И у меня, и у каждого из вас, и у всех наших близких людей есть какие-то более слабые стороны, которые у нас есть. Каждому из нас действительно важно узнать себя в разных аспектах, будучи честным с собой, не придумывать себе какие-то оправдания или какие-то амплуа, которые будут оправдывать или объяснять наши какие-то не очень хорошие стороны, которые есть в каждом абсолютно человеке. Быть честным с собой, то есть не все нужно говорить о себе негативное людям другим, но все нужно о себе знать. И действительно, знание — сила, и вот это знание тоже очень большая сила. Когда я знаю мои слабые стороны, когда я знаю свои недостатки, когда я знаю свои достоинства, когда я знаю свои сильные стороны, когда я знаю, с чем я могу справиться, а с чем не могу. Это очень помогает каждый божий день в каждой жизненной ситуации и, конечно же, в личных отношениях и в карьере, и во всем, в чем бы то ни было. Кроме того, очень часто люди выбирают себе неправильную пару, именно не будучи хорошо знакомым с собой и не понимая, какой человек на самом деле нужен, какого типа человек будет хорошо взаимодействовать со мной, какого типа человек будет хорошо и гармонично дополнять меня, какого человека я буду дополнять. Иногда мы стремимся к максимальной схожести с собой, что тоже не ведет к гармоничным взаимоотношениям, потому что мы не дополняем друг друга, мы оба остаемся как бы нуждающимися в каком-то дополнении, стабилизаторе, которого нет. Еще такой очень важный момент, кроме того, что нужно быть с собой знакомым, нужно прийти с собой к какой-то гармонии, то есть какие-то черты характера, безусловно, нам стоит проработать, особенно те, которые либо несложно проработать, либо которые очень критически важно проработать, потому что они очень влияют на качество жизни наших, наших близких людей. Например, склонность манипулировать или лишняя вспыльчивость, скандальность, склонность врать, которые есть у некоторых людей, они очень-очень мешают им, и над этими вещами нужно работать срочно. Есть другие какие-то свои нюансы, которые есть у каждого из нас, и нет предела совершенству. И вот об этом я хочу сказать, что несмотря на то, что я, да, призываю всю жизнь становиться лучше, что-то с собой делать и развиваться, как-то приходить к большему внутреннему балансу и работать над собой, и всё это, безусловно, стоит делать, но стоит ещё и научиться принимать себя. Потому что иногда в процессе знакомства с собой мы обнаруживаем в себе очень неприглядные стороны, которые у нас есть, работать над которыми берёт длительное время, и даже если мы понимаем, что да, эта черта моя, она вредит моим близким, она вредит мне, я буду над ней работать, это не решается вот так вот за один день, и это берёт процесс, который может длиться месяцами или годами. И даже в этом процессе мы должны научиться принимать и любить себя. Потому что если мы будем «я не люблю себя, пока я не перестала быть вспыльщим», «я не люблю себя, пока я не стала уверенной в себе», «я не люблю себя, пока я не похудела на 20 килограмм», «я не люблю себя, пока я не получила высшее образование» и так далее, и так далее. И все эти вещи будут исключительно угнетающие иметь характер на человеку, человек, который недоволен собой, который не принимает себя, не любит себя, он просто излучает эти вот волны внутреннего недовольства вовне, и все люди чувствуют его внутренний дисбаланс. Они не должны быть для этого какими-то великими психологами или медитировать каждый день и быть очень восприимчивы к окружающим их энергиям. Нет, это настолько, настолько явно, может быть, мы этого не замечаем, но это очень-очень ощущается и замечается огромным количеством людей вокруг нас, даже людьми, которые нас видят впервые в жизни. И действительно, мы должны научиться принимать и любить, и уважать себя таким, как мы есть. При этом не прийти к какой-то другой крайности, как нарциссическая любовь, когда я самый лучший человек на свете, я, не знаю, я царь, я бог, все любите меня, все думайте обо мне прежде всего, все восхищайтесь сною и так далее. То есть, а, и у меня нет недостатков, да, я идеален, у меня нет недостатков. Любая критика воспринимается как «ты меня не любишь», «ты меня не уважаешь», «ты меня не принимаешь». И обычно люди, которые так болезненно реагируют и которые любят себя именно в такой энергетической любовью, очень часто в глубине души, даже, может быть, несознательно, это люди очень неуверенные в себе и очень недовольные собою и знающие где-то на полусозначенном уровне, что есть у них масса недостатков, которые бы они хотели изменить, но у них нету душевных сил, нету какого-то самоконтроля и какого-то чисто любия, чтобы над этим всем работать, и часто вот это вот закрывается мишурой нарциссизма. Поэтому мы всегда должны себя любить, мы всегда должны себя уважать, мы всегда должны себя принимать и всегда быть себе другом. Тем не менее, мы никогда не должны забывать о том, какие у нас есть слабые стороны и какие из них поддаются какой-то корректировке. Это, в общем так, о знакомстве с собой. Мне интересно ваше мнение, что вы думаете о том, почему необходимо хорошо знать себя, почему необходимо знакомство с собой. Мне также очень интересно ваше мнение по поводу своих недостатков, как жить с ними, как их принимать, как быть своим хорошим другом, как ровной, сбалансированной, гармоничной любовью любить себя. Ваше мнение действительно важно, оно действительно влияет и на то, как я структурирую информацию, то, какие видео я снимаю. Самодействие, когда между нами есть диалог, оно только поможет сделать эти видео более продуктивными и полезными для всех. Поэтому я жду ваших комментариев. Это, правда, все, что я хотела сказать сегодня. Надеюсь, это видео было полезным, приятным и интересным для вас. До новых встреч! Ну а пока, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok